Легковые автомобили из СКД комплекта находятся на территории Борисовского завода автогидровых силителей. Мощность нашего предприятия 10 тысяч автомобилей в год. Основной производственный цех на сегодняшний день составляет 3000 квадратных метров. В производственном цеху находятся конвейерные линии для сборки СКД комплектов, подсборка и линия по проверке автомобиля на качество после сборки. То есть тестовая линия. В тестовую линию входит проверка выхлопных газов, проверка света, проверка тормозной системы, проверка на герметичность, развал схождения. На сегодняшний день у нас подписано дилерское соглашение с компанией Автоторгсервис. В Минске первая продажа будет идти через эту компанию, в том числе и сервисное и гарантийное обслуживание. Дальше мы планируем расширить сеть дилеров по крайней мере в 2013 году по всем областным центрам. Я думаю, с учетом качества данного автомобиля и стоимости, думаю, что спрос будет на данный автомобиль. А оценка рынка, ну, по оценке, если брать по прошлому году, то думаю, в первый год, если это будет около 1000 автомобилей, это будет неплохо. Компания Jolie достаточно быстрыми темпами развивается. В последние несколько лет она входит в пятерку крупнейших автомобильных компаний Китая. Кроме этого, она имеет свои заводы по производству в Австралии. И мощности на сегодняшний день компании Jolie это около 600 тысяч автомобилей, 600 тысяч двигателей, 600 тысяч коробок передач. Кроме этого, у них перспективные планы вместе с компанией Volvo, акции которой принадлежат на сегодняшний день компании Jolie. Легковой автомобиль Jolie SC7 собирают на совместном белорусско-китайском предприятии Белджи, экологического класса Евро-4. Из основных характеристик двигатель Jolie четырехтактный бензиновый с объемом 1,8 литра, 126 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров 7,9 литров. Коробка механическая, синхронизированная, пятиступенчатая. Гидравлическая тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормоза дисковые, причем передние тормоза еще дисковые и вентилированные. Выбирали мы долго машину. Я ездил по салонам, смотрел в разных салонах, я не буду называть какие, но соотношение цена-качество вот эта машина Jolie нам понравилась больше всего. Мы, пенсионеры, можем и в состоянии купить. Кто захочет, тот купит. Ну, я вообще не ожидала. Как бы приехали посмотреть, и вдруг говорит, ну что, покупаем? И был паспорт у него с собой. Он посмотрел, ему, наверное, очень понравилось. А я еще была в сомнениях и не думала. И тут мы вдруг решили и оформили. Ну и все, а я, как не автомобилиста, ничего не понимаю в этом деле. Просто вот, проглянулась. Старались, собирали. 13 марта мы оплатили деньги за эту машину. 13 марта 2013 года. Номер, вот там на лобовом стекле, номер 13, это она, порядковый номер, да? 13 тоже. И цена ее 13 тысяч. Ну и 13 марта событие было мирового значения. Папу выбрали. Вот я говорю, вот 13 получается счастливое число. Это мистика, но как-то получилось. Ну как-то, так вот мы даже сами не ожидали. 13, 13, 13. Даже не верится. Я могу же открывать? Все, пока-пока. Наш производитель сделал такой подарок женщинам Белоруссии. Первые автомобили поступили накануне 8 марта. Это 6 числа был первый автовоз, 2 числа пришел еще один автовоз. Всего было 16 автомобилей. Без всякой рекламы на телевидении, в газетах. Автомобили продаются. За две недели продаж, на наше удивление, самими активными покупателями стали физические лица. По автомобилям, которые эксплуатируются, вот давно уже более двух лет в России и на Украине, таких серьезных проблем, часто повторяющихся, не существует. Поэтому мы надеемся, что здесь они будут продаваться, они будут покупаться, и наши будущие владельцы будут им довольны. Продолжение следует...